Памятник этому человеку в Старомосколе должен был быть установлен уже давно. Валентин Цицугин, личность, можно сказать, легендарная. Будучи первым секретарем горкома и председателем Староскольского гороисполкома, именно при нем наш тогда еще маленький городок стал по-настоящему промышленным центром. Он покинул нас 6 лет назад. Именно в этот день, его гибели, мы открываем этот прекрасный памятник. Ну что я могу испытывать, девочки мои дорогие? Радость и печаль. Сегодня он умер 6 лет тому назад, в этот день он умер. И вот в этот день мы открываем сейчас его память. Я очень счастлива, я очень благодарна всем за то, что помнят его до сих пор. Сколько лет прошло, он уже как ни работает, как ни в уластье, как говорят, а он уже много-много лет, и все равно никто-никто не забывает. Идею поставить памятник активно двигал его внук Антон Цицугин. И его очень быстро поддержали те, кто хорошо знал Валентина Николаевича. Я вообще-то горжусь, что Валентин Николаевич считал меня другом своим. И я горжусь тем, что я продолжаю оставаться другом семьи его. Для меня была большая честь, когда мы с Антоном начали обсуждать вопрос о том, как всему этому состояться. И я возглавил этот попечительский совет. Я еще раз говорю, для меня большая честь. Честь потому, что повторить образ этого человека для меня никогда не представлялось возможным. Но мне очень хотелось быть похожим кое в чем на него. По памятник было принято решение установить, естественно, по проспекту Цицугина на микрорайоне Степной. Однако, как сказал глава округа Александр Недык, в скором времени в городе может появиться и еще один объект имени Валентина Николаевича. У нас есть микрорайон Космос. За микрорайоном Космос находится замечательный дубовый лес, который является собственностью Староскольского городского округа. Ну, несколько лет туда человеческая рука с хорошими намерениями не прикасалась. И вот мы уже как два года подряд наводим там порядок. И когда журналисты задали мне вопрос, а вот когда наведете порядок, вы как это место назовете? А перед этим мы изучали проект, который выполнял Валентин Николаевич, будучи руководителем проектного института. Я журналистам говорю, когда мы сделаем там лесопарковую зону отдыха для староскольцев, мы назовем это место отдыха имени Валентина Николаевича. Звонит на следующий день, после того, как газеты опубликовали, Эльвира Алексеевна говорит, Александр Викторович, спасибо вам. Я говорю, ну, я не принимаю такие решения, я только могу обращаться в Совет депутатов, чтобы мы узаканивали улицу, скверы и так далее. Я думаю, что мы завершим там наши планы с финансами сейчас сложновато. И Эльвира Алексеевна, я думаю, что депутаты нас поддержат и еще одно место будет носить имя вашего мужа. На открытие пришло большое количество людей, кто знал Валентина Цицугина, работал с ним, да просто жил в его эпоху, знал, что это была действительно личность. Я вам скажу, что это очень здорово, потому что этот человек, я скажу, в высочайшей порядочности, очень много сделал для развития города Старого Оскола. И поэтому то, что сегодня открывается вот этот барельеф, это очень здорово, чтобы люди знали и помнили. По окончании мероприятия к памятнику возложили цветы.